Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас в гостях группа Сент-РАП наши Димасик и Женько встали пораньше да, встали пораньше уже будем считать травм пригласили ребят поговорить и про их творчество и также принимают ребята участие в концерте в СИЗО 1 который будет 21 числа на поддержку полугодовалова Никиты Матвея расскажите пожалуйста почему решили поддержать в 6 часов вечера Ребят, расскажите, почему решили поддержать данный благотворительный концерт Ну, нас попросил наш друг Артем Лоев он взялся за это дело долгая история почему так получилось просто он еще когда у него был батл и он хотел помочь этому ребенку и денег не хватило поэтому решил, что нужно своими силами добиться все таки того, чтобы мы собрали деньги на операцию и набрал сказал, он не спрашивает хотим, не хотим, он просто знал, что мы это поддержим он сказал просто дату, время и то, что так все мы участвуем то есть слово надо и все да, да, просто поэтому мы даже не думали там ничего Часто берете участие в подобных благотворительных мероприятиях? ну, не скажу, что часто нас не так зовут просто, бывает зовут, понимаете а, ну, как бы, цель не оправдывает да, какие-то спец-помпании, что мы приходим там будет там 20 человек сколько там еще меньше будет людей выходит, да, все собираются атисты, а когда нет рекламы когда нет какого-то ресурса то никому даже не помогаем никому поэтому мы стараемся фильтровать такие мероприятия ну, просто был опыт, когда реально приходишь хочешь кому-то помочь а сидят несколько человек в зале и все поэтому, ну, раньше, когда собирали для потребностей АТО то тогда, ну, было чаще тогда как-то была необходимость а для детей почему-то, ну, не так часто собирают такие концерты разные, поэтому просто не было еще таковой? не, ну, бывало звали, но, во-первых это приходит не так часто то есть не то, что мы там говорим, типа нет просто не часто такое организовывают то есть если, допустим, Артем этого не сделал бы, не организовал бы то, в принципе, такого бы не было концерта, в принципе в городе, поэтому Ребят, вчера, в принципе, мы смотрели с Александрой Лойко с женой Артема Лойко интервью делали и вы можете посмотреть более детально там концерт, а с ребятами поговорить бы хотелось очень про ваш творчество у вас сколько уже лет ваш дуэт существует? как Жеке, я не умею это считать 3,5 года 3,5 года за это время сколько? сейчас половина произнесла ну, если КВН был первый когда? в феврале, да? с КВН? ну да вы из КВН пришли вообще? ну да а сколько ты считаешь? с первого клипа? ну да 3 года, 3 месяца чуть больше, чем 3 года получается за это время сколько у вас вышло клипов и песен? я думаю, должны что-то знать у нас совпадает количество песен с количеством клипов у нас только по клипу выходит и все то есть каждый его? не, ну не каждый его чаще у нас 8 уже да 8, да? 8, да 8 клипов, именно так полноценных клипов ну и много разных других видео миниатюры разных смешных ну больше на юмор акцентируете внимание аж не больше, а только на юмор акцентируете внимание ну да вообще, откуда у вас пришла идея вот создать таких центров и хлопцев? не было такой идеи так сложилось просто ну как, как Женя, что-то скрывается говорите просто очень часто задают этот вопрос я думаю, уже все слышали на него ответ надо сделать нарезку, да? просто его впихивать в каждое интервью и все последний клип, который у вас вышел да, крайний клип не так, крайний будет крайний было ли сложно в идее создание клипа песни со слов кто слова пишет? ну, сами, конечно, пишем сами когда говорят, кто вам пишет слова я говорю, найдите того, кто будет там такие слова придумывать ну, это просто, да это было реально странно, чтобы мы заказывали такие вот слова у кого-то ну, это же слова с жизнью все поэтому по жизни чем занимаетесь, ребята? вообще я понимаю, что пока это вас не кормит я не думаю, что кормит кормит криминалом занимается да, криминалом бабушек с темочки отжимаете? ну, да люки воруем там на улице так, стоп я на водоканале в пятницу буду опять претензия будет к вам это тогда надо вырезать вырезать не будем ну, а в действительности по жизни чем еще увлекаетесь? есть ли какие-то хобби? ну, хобби это же другое конечно, хобби, конечно есть спорт здоровый образ жизни здоровый образ жизни в смысле нефильтрованное пиво да нет ну, это мы никогда не пропагандируем мы не пьем алкоголь даже если мы показываем вы вообще алкоголь не пьете? даже если мы показываем это в наших клипах мы это стебем и показываем, что это не круто да, то есть все, что в наших клипах это не круто так и показываем поэтому А что круто, по вашему мнению? Круто это заниматься спортом. Здорового вражеского. Ну, а каким спортом? Круто развиваться. Да любым, кому какой по душе. Даже шахматы это спорт. Если шахматы занимаетесь шахматом. Если будет шахматы вместо дворового пива, то это уже лучше. А конкретно? Ну, не знаю, в качалку ходите, ребят? На данный момент я лично только в качалку ходили все. Женя, а ты? Хожу, но не особо увлекаюсь. Ну, не в качалку. Так иногда для поддержания. Да я сам взял абонемент только 5 дней назад. У меня была пауза. Иногда хожу, да. Где берете вообще идеи клипов? Вы ездите по селам? Либо же КВН, опять же, юмор. Все в жизни, в жизни. Все в жизненной теме. Где-то вот увидели, услышали, и на этом фоне у вас рождается новая... Я не успею повторять, мы учились в тройке. И за 5 лет на парах в лекционках мы всегда очень много чего впитали. Со всех сторон. Поэтому у нас еще есть что сказать. Ну и темы, да, они как бы жизненные. То есть тема любви, тема там, я не знаю, молодежи. Все же всем знакомо. Поэтому ничего нового мы не показываем. Когда вы предложили вот Конфи, да, я думаю, все видели рекламу забавную с вами у Конфи, как вы отреагировали сразу? Да, конечно, мы будем ли уже подумали немножко? Я даже не понимаю, как оно было. Первый раз. Сначала, да, это было типа... Ой, понял. Да я не ожидал, конечно. Или никто позвонил. Они сами позвонили или вы как-то... Нет, конечно, с Сашей. Да. Мы бы даже не знали, к кому обратиться. Потому что мы уже поняли, там такая тяжелая система, когда снимают рекламу. Столько людей в этом, да, даже не людей, а столько разных движений в этом затянуто, что просто там даже непонятно, на кого мы еще работаем, когда снимаются рекламы. Там одни на тех, те на тех, те на тех, те на тех, а те на Конфи. Так что там такая тяжелая система. Даже когда мы там видим сниматься, мне звонит там около пяти разных людей с разных, да, там, должностей разных там организаций. И говорят, если будут какие-то вопросы, набирай меня по разным вопросам. Думаешь, кому набрать-то, потому что там все, там настолько тяжелая система, что вообще реально... Сколько по времени снимался клип один на Конфи? Реклама снимается, 30-ти секундный ролик снимается всю ночь. То есть мы приезжаем в 10 часов вечера, уходим в 10 часов утра. То есть это очень тяжелый процесс, да, только ради там 30 секунд видео снимается просто всю ночь. Потому что там, ну там, другой просто уровень съемки. Мы, конечно, до сих пор в шоке, и для нас это огромный кайф сниматься в рекламе. Потому что процесс, который происходит, это такой процесс крутой. То есть такое отношение к тебе, как к актеру, да, когда там создаются все у тебя условия для съемки. И говорят, там, актеры, там, на площадку, мы идем такие, ну, актеры, нифига себе. Вообще, кто мог подумать, что мы как-то будем актерами. А есть еще идеи там в будущем, может быть, в фильмах каких-то сниматься, в сериалах? Ну, если и будем, то будем только свои будем снимать. А скажите, вот после вот этого съемки клипа, вот этого, стек какой-то в голове родился, все-таки... Какого клипа? Кофе. Вот вы отсняли. Клипа рекламы. Ничего такого не появилось, чтобы стебануть еще и комплекс? Вот сама вот эта процедура, процесс съемки... Нет, наоборот, очень интересно, то есть, очень, да, процесс, я очень, да, мы очень много мучаемся на этих съемках, это очень крутой опыт, это тяжелый, но очень классный опыт, и, блин, мы понимаем... Затяивает вообще и желание дальше есть снимать вот в Токио? Конечно, мы когда, после съемок, когда едем в Полтаву, просто приезжаем и понимаем, что мы опять засыпаем в этом городе, то есть темп Полтава, он не такой, как темп Киева. Киева быстрее. Да, мы понимаем, что... Снимали не в Полтаве, да? Ну, разумеется, нет. Конечно, Киев. Северо, я думаю, в Полтаве такого не снимут. Ребят, по поводу, все-таки, сцены выступления, какая самая яркая сцена была? В смысле? Запомнилась с зрителем, да, где вы выступали, да? Я думаю, X-Factor, да, сцена, да, ну да, конечно, да. Конечно, да, шоу X-Factor, это было самое крутое, что было в нашей жизни, эти эмоции. Сложно было? Я повторил, да, честно говоря. Ну, да, это было сложно, но когда спросят, допустим, там, стоит ли это поло, это стоит, однозначно. За вас болела вся Полтава тогда, это точно. Это анализ, да? Ну да, то есть, эти там, бессонные ночи, когда ты, допустим, думаешь, лечь спать, а когда же лагерь был, приходят и говорят, с камерами заходят просто, ну, в дом, потому что они не закрываются специально, чтобы можно было зайти с камерой ночью, например. И говорят, а вы, типа, спать, да, будете? Блин, ну, типа, да. А, ну, просто там такая была информация, что, типа, у тех, кто спали в прежних сезонах, которые были, да, эти вот, и они там, допустим, вылетали из проекта. Вы точно будете спать? И мы такие, опа, да не, не будем спать, хорошо, будем репетировать. Поэтому там, конечно, бессонные ночи, недоедание, это все было, но это было очень круто. Но результат того стоит. Да, и когда мы даже уехали уже, когда мы вылетели из проекта, ехали домой в маршрутке, то мы уехали с улыбкой, потому что мы понимали, что на этом проекте мы, ну, я думаю, мы дошли до максимума просто. То есть мы петь не умеем, поэтому мы дошли до своего предела и, я думаю, сделали все, что мы могли. Поэтому будут только хорошие эмоции. И то, как потом это все смонтировали и показал канал СТБ, это, ну, это очень круто. Мы им очень благодарны, потому что там были и плохие моменты, само собой, да, разные эмоции бывают. Это ж не наигранное все, когда снимают там. Больше заказов после «Х-фактора» у вас, ну, вы же где-то выступаете, вас приглашают? Я думаю, не больше, просто поменялись чуть заказы. Ну, конфи же после «Х-фактора» появилось. Да, это наше самое большое достижение, это конфи после «Х-фактора». То есть вы есть свои плюсы в любом случае, вас увидели. Да, просто сейчас почему-то так сложилось, что мы уже почти не выступаем в Полтавской области, хотя раньше мы там только выступали. Да, то есть мы в основном жили только в Полтаве, а в Полтавской области. И бывало у нас выезды, там, Харьков был, там, Киев, да, там, еще какие-то, ну, там, другие города. То, допустим, сейчас мы почти не выступаем в области. Может, они думают, что у нас сейчас, ну, мы там, типа, стоим каких-то, там, огромных просто финансов, может, поэтому. Просто такие мысли тоже слышал с разных сторон. Но почему-то уже не приглашают. Ну, там, бывает, но, как бы, нечасто. В основном какие-то фестивали, да. Поэтому сейчас уже как-то, то есть, заказов не стало, наверное, больше, просто поменяло нас, наверное, их качество, да. То есть мы выступаем, там, в Днепропетровск, да, там, какие-то моменты, там, Киев. Приглашают уже на... Ну, вот мы выступали недавно на Хрещатике. То есть в самом центре Киева. Все. То есть ты уже жил не зря, если ты выступал в самом центре Киева. То есть люди все чужие, ты понимаешь, вообще, ты чужая аудитория, ты не понимаешь, насколько тебя там знают в чужом городе. И когда ты там выступаешь, при всех, вот так, просто на Хрещатике, и еще есть какая-то поддержка, то, блин, все, это успех. Как жильские относятся к вашему вот этому творчеству, скажем, мамы, папы? Отлично относятся. Нравятся маме и папе. Родителям очень нравится, да? Да, нравится. Ну, они понимают же, что это степ реально, но все равно, тем не менее. Мы когда снимаем клип, я маме показываю первой всегда. Родители тоже по жизни такие юмористы, ну, вот, с шуткой. Я просто знаю, у меня бабушка, например, она была ошеломляющая шутница. И как-то вот я сейчас даже на Лизу подчастую, она довольно часто такая подкалывает, несмотря на свои 8 лет. И вижу в ней уже мою бабушку. Так что с родителями? Нет, ну, у меня, допустим, мама любит там пошутить, как бы, но я не думаю, что там мы с ней... Настолько изысканно, полтавским суржиком. Да, просто юмор тоже бывает разный, то есть само собой. Я думаю, она даже не могла подумать никогда, что я в жизни буду играть человека, типа, из села, который там так это все стебет. Я думаю, это все... Это было, как бы, не судьбой разделано, а просто я к этому как-то там случайно пришел. То есть я не думаю, что это у меня было написано в моем роду, что я буду когда-то играть сельского парня. Женя, а у тебя родители? Обычные, я тоже не сказал бы, что... Ребят, какие у вас планы на будущее? Вижу, как у музыкантов. Ну, развиваться, развиваться. Есть тоже какие-то наметки? Новые сцены. Хотим покорять телевизор, хотим покорять YouTube. Хотим быть везде, чтобы всех уже тошнило от группы Сантропе. Во всех рекламах, во всех... Чтобы они платили, чтобы вас не видите. И вы к этому? Было бы неплохо. Не, ну, конечно, мы хотим просто... Просто в нашей стране такой вообще шоу-бизнес, да, там такие люди занимаются этим всем. Какие-то делают странные хиты, мы будем делать свою полтавскую музыку. И покажем, что... Можно собрать не только Океан Эльзи, да, стадион. Тоже соберем как-то стадион. А наши полтавские ребята? Да. Может, это будет стадион 28-й школы, не знаю. Ну, так соберем. Лучше в Сантропе забрать какой-то стадион. Да, мы это стадион соберем, вообще, да. Поэтому, ну... Вы за границу уже выезжали на концерты? Израиль, да, это было вообще круто. Это одна из самых ярких наших эмоций, которая была, это... Кроме, как сейчас Жека меня набирает, говорит, Димон, нас зовут выступать в Израиле. Я потом, с этой, у меня, 30, просто смеюсь этого всего, ну... Ну, хорестивай, да? Ну, я это не возьму вообще серьезно, потому что, ну, как это в нас, в Израиле выступать? Ну, это было смешно, реально. Я поржался там, все, думаю, кто-то, наверное, просто прикалывается. Потом приходит время, Жека говорит, они набрали, типа, скинуть, что мы скинули за гранд-паспорта свои, там, эти, данные. Я говорю, так, подожди, это, типа, серьезно? Ну, походу, да. И мы, когда это все узнали... Я думал, да, последнее, что мы приезжаем в Израиль, и там какой-то баннер, типа, ха-ха, типа, там, лохи. Мы вас там, типа, кинули. Женя, как на тебя вышли они? Позвонили просто мне, и все. Просто позвонили. Это вы выступали где-то в гостинице? Нет, это там есть диаспора наша украинская. Очень, очень хорошие, добрые, отзывчивые. Полтавчане, наверное, у вас там были из Полтавской области. Тот, с кем я связывался, он был из Кременчуга. Они каждый год организовывают День Украины, концерт, и мы выступали. Они помогают во многом украинцам, да, они собирают помощь там и для бойцов АТО, и для больных детей. Ну, в общем, они там живут, они понимают, что они живут, да, в другой стране, но все-таки они душой с Украины. Они, даже когда мы ехали, точнее, летели с Израиля, ну, в Украину, то с нами был от них большой груз, собранный для помощи. Не помню, кому они помогали тогда в тот момент, но там было много ящиков, коробок с помощью было. И они-то берут только на себя всю, всю эту ответственность и все эти проблемы, и они, конечно, молодцы, они очень помогают. И то, как они нас там приняли, это, ну, это очень круто было. То есть они нас позвали на один день, да, что мы там просто выступили. Они нам показали Иерусалим, показали Тель-Авив и... Побывали за границей, погуляли. Мы им настолько благодарны, что это слова не передали. Ну, в ответ, я думаю, вы им показали тоже, то, что умеете, да? Нет, ну, мы выступили, как бы, там было реально очень много людей, да, там было такое, есть люди большие. Нас там не все знали, само собой. Вот, видите, даже Израиля узнал. Да, ну, это круто. Там просто очень много украинцев. Как нам рассказывают, что живет более миллион, да, такой украинцев. Да. Полумиллиона называлась цифра. Следующий этап, я думаю, либо Канада, либо Австралия, надо искать туда. Ну, когда звали нас и в США тоже, ну, так, просто... Там не дошло дальше слова. Ну, почти баннер, да? Нет, ну, да. У меня звонили из Америки, реально, мы общались по поводу нашего приезда. Но человек сказал, что не нашел там поддержку, вроде бы, не я. Ну, то финансово. Ну, на будущее ищите, люди, поддержку. В Америку тяжелее поехать, чем в Израиль. Там и визу надо делать, и визу же не всем дают в Америку. Ну, да. Да, это чуть потяжелее будет. Но было бы круто. Ну, вот, да. В принципе, ребят, вам творческих успехов. Спасибо. А вы, наши зрители, приходите 21 числа в виллу «Крокодила» на 18.00. Там вы сможете услышать. Вы не пожалеете. Будут крутые эмоции. Но самая главная эмоция, что вы просто кому-то поможете. Маленькому ребенку и не жалейте там этих там... Это 70 гривен. Да, это смешная цена. Это вообще не цена. Ну, то есть, это маленький взнос, большое дело. Поэтому мы ждем всех. Совместите приятное с полезным. Да. Приходите. Доброе утро еще раз. Всем удачи. А, да, доброе утро. Продолжение следует...